Добрый день, здравствуйте! Вы на канале Фундаментальный подход и это видео в плейлист про генераторы. Сегодня будем говорить о мега качественном производителе Gecko, который делается в Германии. Отличительной особенностью этого производителя является то, что это именно тот производитель, у которого нет плохих моделей. Начнем с самого сложного, с аббревиатур и названий. Сейчас мы расшифруем, что означает каждая буква, цифра, и вам все станет понятно, как читать эти названия, потому что, сразу скажу, они интуитивно непонятны. Сначала идет две цифры, это класс, мы о нем поговорим чуть позже, я вам на классическом примере покажу, что это означает. Сразу перейдем к буквам. Первые буквы, они могут быть D, E и W. D означает, что это трехфазный генератор, E, что однофазный, а W это означает, что это сварочный генератор. Кстати, в этом видео мы их не рассматриваем, если что. Дальше стоит DFS и дальше идет следующая буква, которая означает тип двигателя. Вот если бы эта буква А, это означает, что перед вами асинхронный генератор. S означает, что это синхронный, а P означает генератор с постоянными магнитами. Вторая буква. Это наличие или отсутствие стартового усилителя. Дальше идет слэш. И самое интересное, буква, которая означает привязку к марке двигателя. H это Honda, M это Mitsubishi, S это Bricks and Stratton, Z это Hotz, D это Dots, T это Lister, Peter, V это Volvo, Penta, K это Perkins, ну и так далее. Нас интересуют в этом видео именно те генераторы, которые оснащаются двигателями Honda. Я вам рассказывал уже многократно, почему именно Honda предпочтительные двигатели для генераторов. Здесь останавливаться на этом не буду, если интересно, посмотрите другие видео. Дальше, после буквы, в котором зашифровано название двигателя, зашифровано наличие или отсутствие электропуска. Если электропуск есть, у нас стоит буква И, английская или наша Е. А если ручной пуск, это буква H. Двигаемся дальше. Следующая буква может быть B и D. Она означает тип двигателя, где B это бензин, D это дизель. Ну и последняя буква, она может присутствовать, может отсутствовать, если она присутствует, то это буква A. D означает автоматическое отключение при недостаточном уровне масла. Думаю, с аббревиатурами мы разобрались. Теперь у вас нет ничего сложного в том, чтобы читать компоновку того или иного генератора GECA, исходя из тех букв, которые есть в названии. Мы приступаем к тому модельному ряду, о котором я хочу поговорить. Конечно же, это будут генераторы на двигателях Honda. Сегодняшний модельный ряд состоит из пяти генераторов. И начнем с самой базовой модели и будем двигаться выше. Я расскажу о каждой особенности каждого генератора. Потому что, да, все генераторы GECA хороши, но даже среди хороших есть лучшие. И вот как раз моя задача вам в конце этого видео показать, какие я для себя считаю генераторы лучшими, чтобы я для себя купил. И по ходу видео вам показать, какие те или иные опции и отличия между ними существуют. Итак, начнем с базовой модели. Номер 3001. Это 3-киловаттный генератор. Дальше модель 4401. 3,7 киловатта. 5401. Это уже трехфазный генератор, который идет 3,8 киловатта, слэш 4,1 киловатта. То есть мощность на одну и на три фазы, соответственно. Дальше, чтобы вы не путались, я вам сразу в одном названии поместил два генератора, которые по сути являются одним и тем же. Это модели 6401 трехфазный и 7401 тоже трехфазный. Они оснащаются одинаковым двигателем. У них просто чуть-чуть и отличаются настройки. Знаете, это одна и та же модель, чтобы вы не путались. Отличаются они небольшой вариацией мощности. Вот от 5,2 до 5,5 киловатта до 6,1-6,6 киловатт, в зависимости на одну или на три фазы, как мерили. Ну и последняя моделька 7401 однофазная, которая на 6,4 киловатт. Переходим к следующему. Что отличает GECO качественно от других генераторов? Это же, конечно же, их класс защиты IP54. Именно класс защиты IP54 гарантирует долгосрочную службу генератора. Это не только защита от пыли, которая присутствует на стройках, на стройплощадках. Это также защита от влаги, от брызг, от прямого попадания воды. Именно этот класс защиты я всегда выделяю в своих видео и показываю вам, что это те генераторы, которые будут служить гораздо дольше остальных. Они работают в 3-4 раза дольше. Они требуют меньше обслуживания, они менее прихотливые, они рассчитаны на жесткие условия эксплуатации. Это то, что их качественно отделяет от других. Потому что GECO комплектует IP54 классом защиты все свои генераторы. И это большое уважение от меня такому производителю. Это редкость. Скажу честно, есть линейки у многих производителей, но так, чтобы все делать в классе защиты IP54. GECO, это просто от меня большой лайк. Двигаемся дальше. Давайте рассмотрим, какими двигателями комплектуется. Ту линейку, которую я вам показываю, это классика жанра. Это двигатели Honda серии GX. Самые надежные, самые неприхотливые, самые работящие двигатели, которые проработают тысячи моточасов до того, как потребуют капитального обслуживания. Самая базовая модель на 3 кВт оснащается, конечно же, Honda GX200. Заметьте, что модель 160 они не используют. Дальше, если мы говорим про 4401 и 5401, они комплектуются одним и тем же двигателем, Honda GX270. Между ними разница в том, что модель 5401 это трехфазный генератор, который имеет и однофазный вывод, и трехфазный. Собственно, начинка вся остальная идентичная. Точно такое же отличие между моделями 6401, 7401 трехфазным и 7401 однофазным, потому что у них немножко разные задачи, немножко разное предназначение. Не всем нужны трехфазные генераторы. Окей. Собственно, у нас на нашем обзоре будут присутствовать 3 однофазных генератора. Это 30001, 4401 и 7401. И 2 трехфазных, как вы уже поняли, это модели 5401 и 6401. Дальше упоминать трехфазную модель 7401 не буду, буду гореть 6401. Просто знайте, это одна и та же модель. Одна более старая, вторая более новая, но между ними отличий принципиальных нет. А теперь поговорим о пусковых токах. Модель 30001, при том, что она 3-киловаттная, и рассчитана на пусковые токи 13 ампер, может с просадкой на 20% по напряжению вытягивать электроприборы с пусковыми токами до 17 ампер, что очень круто и качественно отличает производителей ГЭКа от других производителей. То есть помимо класса защиты AP54, у нас есть еще высокие пусковые токи. Для модели 4401 это 16 ампер, но опять же с просадкой минус 20% по напряжению, минус 20% по напряжению, это 25 ампер. 5401 модель 16,5, но с просадкой 22 ампера. 6401, 22,5, но с просадкой 40. И последняя модель 7401, 28 ампер, но с просадкой 56. Как видим, эти генераторы могут запускать самые прихотливые в плане пусковых токов электроприборы и тот же самый электроинструмент. Поэтому возьмите себе на вооружение еще один плюс этой компании. Я всегда отмечаю, когда производители что-то делают качественное и делаю на этом акцент. Это именно тот момент, который отличает ГЭКа от других генераторов. Двигаемся дальше. По количеству масла, заливаемого в картер, модель 3001 имеет объем 0,6 литров, а все остальные 1,1 литра. Ровно столько вам понадобится на плановое АТО по смене масла. Теперь про топливный бак. Базовая модель имеет бак 8 литров топлива, когда все остальные комплектуются моделем объемом топливного бака в 20 литров. Теперь по автономности. Очень интересные цифры. Базовая модель с 8 литрами бака, то бишь модель 3001, проработает 5 часов при 100% нагрузке и 9 часов при 50% нагрузке. 4401, 8,3 часа при 100%, 15 часов при 50%, 5401, 8 часов при 100% и 14,5 часов при половиной нагрузке. 6401 модель, 6,5 часов при 100% нагрузке и целых 11 часов при половиной, что очень круто для такой мощности и для трех фаз. Аналогичные цифры в 6 и 11 часов соответственно у модели 7401. Тоже хорошие показатели автономности, что говорит о хорошей качественной настройке. При этом, что отличает еще ГЭКа, здесь нужно сказать, что у них есть плата управления, которая понижает количество оборотов, простой на 20-40%, поэтому они более экономичные, чем аналоги, у которых такой платы управления нет. Двигаемся дальше. Вес генераторов. Он всегда в рамных генераторах говорит о технической начинке. Чем больше вес, тем больше меди в обмотке, тем больше, скажем, железа. И это всегда коррелирует с начинкой. Итак, базовая модель 3001 весит 48 килограмм, когда модели 4401 и 5401 весят 89 килограмм без аккумулятора, то есть с ручным стартом, и 97,5 килограмм с аккумулятором, то бишь с электростартером. Модели выше 64401 и 7401 весят по 107 килограмм, а если без аккумулятора и 115 килограмм с аккумулятором, это практически рекорд. Это на уровне самых топовых моделей, самых дорогих производителей. Теперь, что отличает ГЭКа еще от всех остальных, это низкий уровень шума. Если его замерить на расстоянии 10 метров, то он не будет превышать 68-69 дБ. Скажу сразу, что для настолько мощных и классных генераторов это очень низкий показатель. То есть они явно заморочились тем, чтобы быть тише своих аналогов, что делает компания ГЭКа еще более предпочтительной даже при выборе среди других премиальных немецких брендов. Двигаемся дальше. Будем говорить про навороты. Здесь будет очень интересно. Смотрите, даже базовая модель 3000.01 может комплектоваться шасси для удобного передвижения вольтметром амперметром, устройством для контроля изоляции, то, что по ГОСТу должно являться неотъемлемой частью любого генератора, между прочим. И, внимание, это будет важно для очень многих. Комплектом для работы на газу. То есть, да, вам производитель закладывает такую возможность. Это будет не колхоз, это будет то, что рассчитано для работы самим производителем. Работа на газу предусмотрена на генераторах ГЭКа. Плюс, интересный тоже комплект для заземления, что многим будет полезно. Помимо этого, у более старших моделей, начиная с моделей 4401, будет компьютер UBC. Что такое компьютер UBC? Это универсальный бортовой компьютер, который может отслеживать до 20 текущих параметров работы вашего генератора ГЭКа. Он отображает следующие параметры. Напряжение, фазное напряжение, суммарный ток, частоту, на которой работает генератор, отдаваемую мощность как по каждой фазе, так и суммарную мощность в киловаттах, время, которое он проработал, или оставшееся время до следующего ТО. Отображает дату, время и так далее. То есть это делает его современным, классным, интересным гаджетом. Именно наличие такого компьютера, и повторюсь, он есть у всех моделей, начиная с 4401. Это очень здорово и классно. Дальше. Наличие возможности докомплектовать дополнительным баком на 50, 100 и 150 литров. Но здесь объяснять не нужно. Это большая автономность, как бы большее количество топлива, которое будет заливаться напрямую в генератор. То есть помимо того бака, что есть, можно, скажем, накомплектовать дополнительным. И это очень классно и здорово, и мало кто предлагает такую опцию. Но это еще не все. Запуск с пульта FFS 100. То есть все модели, начиная с 4401, имеют возможность комплектоваться вот таким пультиком, как опцией, у которого есть всего лишь две кнопочки. Старт и Стоп. Этот пультик, он же устройство дистанционного управления, которое позволяет включить или выключить любой агрегат ГЭКа на расстоянии до 100 метров. А что самое интересное, устройство работает в помеховом, без помеховом, извините, диапазоне в частоте 433 МГц. Что очень интересно, классно и продумано, я считаю. Дальше. Трехфазные модели также могут опционально комплектоваться устройством для синхронизации. Чем это классно, спросите вы. Но вот смотрите, у вас есть два генератора разной мощности. Есть система контроля, она же система или устройство для синхронизации SCS400. Она позволяет параллельно объединить асинхронные электростанции или приборы разные или меньшие по мощности. То есть и при этом вся синхронизация будет осуществляться полностью автоматически. А у вас на выходе будет одна резетка, которая, собственно, и собирает плюсы двух электростанций. Но это еще не все. Вы сейчас удивитесь еще больше. Но у всех моделей, и однофазных, и трехфазных, начиная с 4401, есть аварийное автоматическое устройство BLC. BLC – это аббревиатура от Blackout Control. То есть это автоматическое аварийное устройство. Оно включается в случае обесточивания или сильных скачков напряжения. Принято его у нас называть AVER. То есть когда в сети есть необходимость переключаться и задействовать электростанции или генераторы GECO. После восстановления напряжения, то есть когда эти скачки уходят, у вас появляется электричество, устройство выключает генератор из электросети. То есть это очень классно. Это заложено производителям. Это то, к чему многие стремятся. А здесь GECO продает это вместе как фирменную опцию напрямую от производителя. Что делает, опять же, эту опцию очень желаемой, классной. И в целом по сумме качеств можно сказать, что GECO делают уникальные генераторы по набору опций. Это не все опции, которые я вам назвал. Это те, что приглянулись мне. Теперь давайте говорить о выводах. Вот смотрим на всю эту линейку. Какой бы генератор из всех бы я взял себе и почему. Мой взгляд, конечно же, привлек 4401, потому что 3,7 кВт мне за глаза для моих потреб. Три фазы мне точно не нужно. У меня нет таких электроприборов, которые нужно запускать от трех фаз. Он экономичный, он надежный, у него хороший класс защиты, он обладает всеми плюсами верхних моделей. При этом он потребляет не так много топлива, как, допустим, генератор на 6,4 кВт. Хотя тот же самый однофазный на 6,4 кВт, модель 7401, я тоже могу рекомендовать. Просто дело в том, что мой выбор обусловлен тем, что мне трехфазники просто не нужны. Но будут люди, у которых будет другая ситуация, у них частный дом и трехфазный генератор, для них, в принципе, на вводе очень оправдан. Поэтому это лишь мой выбор. Любую из этих моделей вы можете купить и останетесь на 100% довольны, даже если вы выберете базовую модель 3000.01. Не забывайте подписаться на канал. Это был канал «Фундаментальный подход». Обязательно поставьте лайк, покажите, что вам понравилось, то, что я сделал. И в комментариях напишите, какие генераторы нужно на обзор. Всем спасибо, хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok